Меня зовут Антен Видо, я программник директора Одесского кинофестиваля. Моя роль составляется в том, что я формирую программу фестиваля, то есть и конкурсные программы, у нас три конкурсных программы, это международный конкурс игрового кино, конкурс европейского документального кино и конкурс национального кино украинского. И тоже вне конкурсной программы составляю я со своей командой, отборщиков. У нас разные программы, у нас ретроспективы, во-первых, фестиваль фестиваля, это обладатели крупнейших кинофестивалей, гала-премьере, кино под открытием небом, с музыкой, например, показано путем кинской лестнице, которая состоялась два дня назад. То есть, мой главный ролл – это формировать программу фильмов, которые будут смотреть зрители. Бытует мнение, что вам сложно подбирать в программу ленты, потому что Одесский кинофестиваль проходит несколько позднее других фестивалей в мире. И сложность именно заключается в том, чтобы привозить девственные кинокартины, которые еще нигде не видели, и которые не запущены в онлайн. Насколько вам тяжело искать эти картины? На самом деле, наша единственная критерия для показа фильмов – это украинская премьера. То есть, фильм, который никогда еще не показывался в Украине, но это для большинства фильмов. Это правильно существует. И нам, ну, я иногда сказал, что нам сложно доставить эти фильмы. Как раз тот факт, что мы позднее, чем, ну, например, может быть, говорить про Каннский кинофестиваль, да, это на самом деле преимущество, потому что мы можем показывать довольно еще свежие фильмы Каннского кинофестиваля, которые еще не были запущены в Украине. И как будто это, ну, на самом деле у нас много примеров на фестивале. Мы вчера общались с кинокритиками, говорили о том, что русское кино представлено в этом году. В том числе я, когда задавал предыдущий вопрос, имел в виду именно российский кинофестиваль, который, по-моему, проходит раньше, да, чем украинский, одесский кинофестиваль. И многие картины, которые там представлены, и могли бы быть здесь в первую очередь представлены, они сначала показываются там, а потом уже привозятся сюда. Вот немножко, может быть, об этом скажете. Российские фильмы мы показываем. Мы считаем, что важно держать связь, скажем, культурный, с страной, и поскольку в России сейчас очень, ну, в кино существует довольно много смелых режиссеров, которые имеют адекватную позицию к Украине и к конфликту, который сейчас между Россией и Украиной, мы не отказываемся от российского кино, если он не является пропагандическим. А какие особенности этого кинофестиваля, именно восьмого кинофестиваля в Одессе, вы могли бы отметить, и чем он категорически отличается от предыдущего? Я бы сказал, что этот год, восьмой фестиваль, это год украинского кино, то есть на самом деле в этом году очень много украинских фильмов в программе, почти половина программы составляется в украинском кино, и это очень здорово. Это и касает все жанры, все форматы, то есть и документальные фильмы, и короткометражные фильмы, и анимационные, то есть все жанры представлены, и в этом году, как раньше никогда, украинское кино сильное и развивается, и это, я считаю, что мы, как площадка украинского кино, мы должны поддерживать и показывать эти фильмы, и чтобы зрители видели этот фильм, для нас это очень важная задача, и чтобы они тоже имели возможность встречаться с режиссерами, с актерами, с актрисами этих украинских фильмов, и показать эти украинские фильмы тоже иностранцам, зрителям, которые приезжают на фестивали и принимают участие и в качестве жюри, и в качестве журналистов, и в качестве профессионалов, чтобы дальше было, ну, чтобы интерес к украинскому вырос, и чтобы, может быть, создавались какие-то совместные проекты, копродукции между Украиной и европейскими странами. Я думаю, что этот год, если он чем-то отличается от предыдущих годах, это именно очень сильное представление украинского кино. Вы делаете большую работу для украинского кино и для Одессы, и мне бы хотелось, чтобы одесситы, в первую очередь, знали о вас больше. Расскажите немножко вот о себе, о вашем пути в кино, как вы пришли в кино, где вы живете? Это интересно. Я не знаю, насколько это интересно, но я француз, я живу в Украине пять с половиной лет, я живу в Киеве, мне было очень хотелось жить в Одессе, потому что я очень люблю этот город. Ну, так получается, что я в Киеве живу. Как я начал работать в кино? Ну, я всегда хотел работать в этой сфере, поскольку я фанат кино с детства, и я всегда хотел совмещать работу с любовью к кино. Вот, и у меня было несколько уже опытов работы в этой сфере. Я работал в посольстве Франции, в Малейзии и в Киеве, чтобы организовать совместные проекты между Францией и Украиной в кино, фестивали французского кино тоже организовал. И также я работал в кинотеатре один год в Марокко, в городе Танжири, где я, собственно говоря, был пиярщиком и тоже частично составлял программачу. Откуда вы так хорошо знаете русский язык? Я выучил русский язык в Киеве, когда я начал там жить в 2011 году. Приходите в кино, мы вам покажем очень разнообразные фильмы и хотим, чтобы вы получили удовольствие, как и мы получили удовольствие, смотря эти фильмы при процессе отбора. До встречи! Спасибо!